букет полевые цветы назвала он смешанный и раковины есть использованы для изготовления цветов и искусственные цветы уже купленные в магазине здравоохранительный центр С вами я, Татьяна Огарелик. Сейчас я хочу показать вам такой букет. Он сделан из раковин. Но раковины эти у меня бусы разобрала. Были, потому что они мне уже висели-висели. Носить их, в общем-то, только на юге. А так их некуда использовать. Я решила сделать что-то более функциональное. Это будет неплохим украшением интерьера. А эти раковины у меня на юге, когда была и я, то много собрала чашечки, держатели. Поэтому решила собрать такой букет. Другие цветы я собирала. И использовала еще даже зелень от цветов, что покупала в магазине искусственной. Настолько вот они витые, такие красивые, что мне не захотелось зелени добавлять. Ну и чтобы букет такой был немножко другой. Ажурный, более легкий. Что зелень никакую не добавляла. Собирала я на проволоке. Проволока продается в магазинах. Уже это вот окрашенное. Но мне захотелось все равно обматывала флористической лентой. Она тоже продается и в магазинах для рукоделия можно. Проволочку вот эту обматывала. И уже как-то не так блестит. Мне не нравится. Более естественно смотрится. А пользоваться ей, когда нужный отрезок, откусить проволоки. И вот здесь, вот она такая, вроде бы и не клеится. Но когда ее оторвать или отрезать и потянуть, она становится клейкой и хорошо держится на проволоке. Это флористическая лента называется. Я показывала вам, как эти цветы выглядят без зелени. Вот сейчас хочу показать вам, как они выглядят с добавленной искусственной зеленью. И я считаю, что тоже такой букет имеет право на существование. Потому что зелени добавила немного. Эти витые раковины все хорошо просматриваются. Вот они. Это, кстати, раковины Атрапан. Но они обработаны, покупались в магазине и сделаны. И это спил. Листочек тоже спил Рапаны. Такой букетик ажурный получился. Вполне интересный. Если убрать зелень, то будет выглядеть тоже кому как нравится. Мне кажется, он ими может и так красиво смотрится, каждая раковина на виду. Ну и зеленью тоже неплохо. Крепила я также эти цветы собирала на проволоке медной. Она очень хорошо изгибается и довольно пластичная. Крепила при помощи вот этих вот маленьких раковин. Собирала их. Здесь они как раз с места крепления и прикрывали, и как бы были, служили чаши листиками. Использовала и такие раковинки маленькие. Если в этот букет добавить несколько цветков, сделанных из небольших раковин, то букет будет выглядеть еще наряднее. Из этих раковин я делала чашелистики около кольчиков. Вот они, эти раковинки маленькие. Как раз эти цветочки собирала. Использование К своим цветочкам из ракушек я решила добавить и искусственные цветы сделать такой вот букет полевых цветов. Потому что тут и колокольчики, и такие вот завитки похожи на только распускающиеся бутоны других полевых цветов. Это тоже напоминает цветы Вероники Дубравной полевая. Такая есть цветок. И он выглядит наряднее с зеленью и с этой добавкой. От него как бы скучно, хотя и так они смотрелись отдельно. Это уже дело вкуса. Как их размещать, с кем или одни будут в вазе. Они и так, и так красивы. Если одни поставить, то все внимание будет только на цветы из раковин, моллюсков. А если поставить уже с чем-то с добавкой, то букет получается более нарядный. И мне понравилось так, захотелось. А так в любой момент можно что-то поменять. Как я говорила, уже вот эти все цветы и из раковин морских моллюсков. И искусственные они хорошо моются под душем, теплой водой. То есть с пылью проблем не будет. Всегда можно этот букет освежить. Смотрится неплохо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова